В рамках подготовки к всероссийской штабной тренировке руководящим составом гражданской обороны Артемовского городского округа проводится ряд мероприятий по гражданской обороне в случае перевода государства на работу в условиях военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций. В подобных случаях очень важно обеспечить питанием пострадавших, накормить спасателей или бойцов. Для этой цели предназначены передвижные пункты питания. Их персонал должен уметь оперативно прибыть и развернуться на месте чрезвычайной ситуации. Быстро из продуктов, которые имеются в наличии, приготовить вкусную и питательную еду. В Артемовском городском округе два подвижных пункта питания. Для тренировки был развернут пункт номер 2 столовой номер 11 поселка Буланаш. Оказывается, что пункты раздачи питания – это не просто палатка-спечка, это достаточно сложный и продуманный комплекс. В состав этого подвижного пункта питания входит три звена. Два звена раздачи пищи и одно звено обеспечения. На сегодняшний день была приготовлена одним звеном каша гречневая с тушенкой. И была произведена раздача этой каши. Этот пункт в первую очередь обеспечивает все звенья, взять, допустим, звено, не звенья, а вот именно службы. Служба связи, служба пожарной охраны, милиции. То есть все-все службы, которые непосредственно входят в состав гражданской обороны города Артемовского. Сегодня мы обеспечили питанием непосредственно милицию и пожарную охрану. По уверениям тех, кто отведал гречки с тушенкой, каша получилась отменная. Дегустацию проводили главные люди города. Но все-таки основной вердикт вынесли ребята, которые пришли с экскурсией. Оторвать от тарелок для разговора их было невозможно. Пожарные и сотрудники МЧС проверяли готовность спецтехники, демонстрировали ее возможности. Делились друг с другом опытом ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения людей. Желающим доступно объясняли, для чего предназначено то или иное оборудование. Все необходимое оборудование, которое есть здесь вот. Это специальный разжим кусачки. Значит, гидравлическая станция, различные насадки для этих разжимов. С помощью них мы можем приподнять какой-то очень большой груз, либо разрезать какой-то металл. Допустим, бывает такое, что авария, там машина вся искорежена. Значит, с помощью этого инструмента мы можем разрезать, извлечь человека из любой ситуации. В ходе подготовки к всероссийской штабной тренировке в Артемовском проверяется готовность всех служб, задействованных в системе гражданской обороны города. Проверяется не только материально-техническая подготовленность. Проводится проверка квалификации людей, которые будут отвечать за тот или иной участок работ. Уже сейчас можно говорить о том, что уровень готовности Артемовского городского округа к чрезвычайным ситуациям высок. Все службы в полной мере могут противодействовать им и устранять их последствия.